Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи на сваи и снюса. В последнее время эта никотиносодержащая смесь быстро распространяется среди молодежи. Является ли это вещество наркотиком? Какие могут быть последствия? И можно ли купить смесь в обычном супермаркете? Подробности у Марины Капреловой. Зависимость, подорванное здоровье, проблемы в семье. Лена, назовем ее так, уже 8 месяцев проходит реабилитацию, пытается восстановиться. После года употребления снюса. У меня разъелась губа. Столкнулась я с этим в школе. Я уже с самого вечера, когда ложилась спать, продумывала свой день наперед, где я возьму деньги на снюс, где я, в какую табачку я пойду взять, где мне продадут, где мне не продадут. Главный вопрос, снюс наркотик или нет. Психологи и наркологи солидарны в оценке наркотик, даже несмотря на легальную продажу, ведь в его основе никотин. Мы привыкли говорить, что никотин не пугает, не потому что он перестал быть наркотиком, а потому что он привычный. Самая опасная его доступность и популярность у молодежи. Многие взрослые даже не подозревают, что за пакетики в кармане их ребенка и почему он их закладывает между губой и десной. Самое страшное, что продается не только уже, допустим, в табачных киосках. Подростки, несовершеннолетние дети подходят, берут, и я видел даже такую картину, что продают поштучно. Нужно бить тревогу, нужно просить правоохранительные органы, смотреть, рассматривать. И в тех местах, где запрещено продавать, ну не продавать, и несовершеннолетним не продавать. Мы решили проверить, можно ли купить снюс в простом супермаркете. Можно. Впрочем, на прилавке он не лежит, спрятан в специальный бокс, как и вся никотиносодержащая продукция. Запрет на снюса введен, он был введен в 2015 году, ну как на табачное изделие. Производители просто стали заменять. Они на основе целлюлоза обрабатывают никотином. Никотина, причем в этих смесях очень много, вплоть до того, что может быть на концентрация примерно как в пачке сигарет. И это еще одна опасность. Снюс может использоваться злоумышленниками как контейнер для тяжелых веществ. Веселые ребята начнут тут же в снюс добавлять что-нибудь более веселое. Тем более, что там же не натуральное сырье. Там обрызгать чем угодно и будет то же самое. То есть это еще один канал распространения более тяжелых наркотиков. По сути, никотиновые пэки в сфере интереса все того же табачного лобби. Впрочем, на днях о снюсе заговорили на самом высоком уровне. Депутаты Госдумы от Новосибирской области внесли на рассмотрение в парламент законопроект о полном запрещении снюса на территории Российской Федерации. Конечно, до принятия закона еще далеко, но первый шаг сделан и это уже хорошо. Марина Каприлова, Марат Серновой, Вести, Дон.